Долгожданный раскол российских элит, которого так долго ждали уже давно раскол этой западной элиты, наконец начался. Вот та часть российской верхушки, которая хочет отмывать деньги через модернизацию коммунального хозяйства, лоббирует версию, что в Магнитогорске был взрыв коммунальных газов. А та часть верхушки, которая хочет отмывать деньги через борьбу с терроризмом, нахмурилась и не отступает. Она лоббирует версию, что в Магнитогорске был теракт. В пылу этой смертельной схватки, этой великой отечественной коммунально-террористической войны нашего времени, вот что именно произошло в Магнитогорске уже не имеет никакого значения. «Вставай, страна огромная, как бы и говорить нам военно-террористическая лаби, на смертный бой, враг у ворот, всех взорвем, всех положим на амбразуру, пока денег не дадите». А их жалкие жилищно-коммунальные противники имеют более слабые позиции. От бессилия и отчаяния они испускают свои зловонные коммунальные газы, которые способны лишь насмешить. Ведь коммунальный газ может подорвать только 2-3 этажа. А это пшик по сравнению со взрывами со стороны государственно-террористического подполья. Оно может гордо и победоносно взорвать весь дом и даже пару соседних, а взрывной волной еще и побить стекла во всем районе. Проигрыш жалких коммунальщиков очевиден уже сейчас. И нет никакого сомнения, что в ближайшее же время победит версия теракта.